В направление Ишкашим, оттуда мы заходили и прикрывали границы выхода на Горно-Бадахшанскую автономную область. Александр Гусак на афганской земле провел в общей сложности 4,5 года. В его подчинении находилось 745 человек в 9 гарнизонах. В горах пограничники пресекали пути контрабандистов. Мы находились в Ордутской и Зардевской щели. Если на караван идешь, попался караван, молодцы. Вы знаете, ведь это негласно, но было такое. Если Стингер, это сразу герой Советского Союза, либо орден Ленина. Если ДШК, эта красная звезда обязательно даже не возбранялась. Спустя 25 лет гордится тем, что по его вине ни один солдат не погиб, за что сослуживцев до сих пор слышит благодарности. Огорчает Александра Гусака историческая несправедливость и не согласен со знаменитым заявлением командарма 40-й армии. Когда сказали 15 февраля, да, мы отмечаем эту дату, и пограничники, конечно, у нас выходило 4,5 месяца еще оттуда, в сентябре. Ну, это опять, пусть вверху там решают, как это сделано, что. Споры об этой войне будут идти пока живы те, кто называет себя афганцами. Смысл этой кампании становится ясен только сегодня, когда Афганистан превратился в мировую фабрику по производству наркотиков. Те, кто через это прошел, еще в 90-е стали объединяться в братские союзы, которые действуют и в нашей области. Министерство социального развития Оренбургской области, губернатор, аппарат губернатора, уделяет очень большое внимание. Но, к сожалению, средства, которые имеются в нашем регионе, они не могут, не все могут быть использованы на благо ветеранов, для улучшения жилищных условий, для оздоровления и так далее. А в это время минута молчания уже сменяется торжественными звуками гимна. С трибуны звучат слова благодарности за мужество и, конечно, соболезнования родным погибших. Афганские события унесли жизни более 13 тысяч солдат. Почти 200 из них – это оренбуржцы. Для них сегодня, как и четверть века назад, охапки алых гвоздик и молитвы в полголоса. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время.